Два, один. Когда в 1986 году стартовал космический челнок Челленджер, один из главных инженеров знал, что грядет катастрофа. Мы должны прервать полет. Мы не можем запускать Челленджер. Это безумие. Он полагает, что корабль может взорваться. И отрыв. Начался 25-й полет космического челнока. Он поднялся со стартовой площадки. Через 73 секунды случилась катастрофа. Семь астронавтов погибли на глазах своих родных и миллионов телезрителей. Что же случилось тогда? Была ли трагедия неизбежна или у челнока и экипажа был шанс выйти в космос? Могло ли этого не быть? Я часто задаю себе этот вопрос. Катастрофы не случаются просто так. Они являются результатом трагических совпадений. Узнайте причины и отсчитайте последние секунды до катастрофы. Секунды до катастрофы. Космический челнок Челленджер. Северная Америка, Флорида. 28 января 1986 года. 8 часов 8 минут. До старта полтора часа. В космическом центре имени Кеннеди проходят последние приготовления к самому ожидаемому космическому полету со времен Аполлона. На мысе собрались тысячи людей, чтобы посмотреть, как Челленджер будет творить историю. Впервые доставив в космос гражданского человека школьную учительницу Кристу Макколев. Кристу Макколев никогда не считала себя астронавтом. Она всегда считала себя учительницей. Она думала, что таким образом сможет показать, насколько учителя нужны, что дети увидят, как это важно, учиться. Она говорила, что это будет лучшим путешествием в ее жизни. Она сказала, что это лучший путешествий в ее жизни. 37-летняя Криста, мать Скотта и Каролайн, провела 5 месяцев, тренируясь для полета в космос. За это время она стала национальным героем. Она знает, что еще многое предстоит сделать. Запуск этого космического шаттла будет значить гораздо больше, чем обычный запуск на орбиту. Этот запуск должен изменить всю программу. После двух десятилетий урезания бюджета и угасания интереса публики, космический челнок так и не стал космическим автобусом. Отправляя Кристу на орбиту, НАСА надеется вернуть веру в свое многомиллиардное детище. 8 часов 38 минут. До старта 1 час. Криста и шестеро других астронавтов готовятся подняться на борт космического корабля. Для пилота Майкла Смитта этот старт станет дебютом. Специалисты Рон Макнейр, Элисон Онизука и Джуди Резник совершили уже по три полета. Специалист по спутникам Грег Джарвис летит впервые. Большое спасибо. Капитан корабля Дик Скуби. Как обычно, мне очень приятно находиться на этом мысе, потому что здесь занимаются самым замечательным делом на Земле, запускают космические корабли. Для Дика стать командиром экипажа было настоящей наградой. Ему нравилось жить в небе. Дик и Джун дружили с детства и были женаты 14 лет. Это было уже второй раз, когда она смотрела, как ее муж улетает в космос. Доброе утро, Майк. Сегодня мы готовы. Из четырех челноков, имеющихся в наличии, Челленджер был самым надежным. За три с половиной года на его долю пришлось 40% всех полетов челноков. Он вывел на орбиту 51 астронавта, завершив 9 полетов без чрезвычайных ситуаций. Но этот полет проходил не по плану. Плохая погода задержала старт более чем на неделю. В то утро специалисты запустили несколько зондов, чтобы уточнить погодные условия. Все было хорошо, за исключением одной проблемы. Непривычно холодная погода покрыла стартовый стол слоем льда толщиной в семь с половиной сантиметров. А с его краев свисали длинные сосульки. Никогда еще челнок не запускался в таких холодных условиях. Центр управления решает отложить старт на два часа в надежде на то, что большая часть льда растает. Родители Кристы волнуются на трибунах. У меня было плохое предчувствие, и мой муж сказал, что пошел бы и забрал ее оттуда, если бы мог. Доброе утро, Криста. Надеюсь, сегодня полетим. Я тоже надеюсь. За 30 минут до старта Центр управления полетами разрешил рейсу восточных авиалиний пройти над мысом по пути в Тампу, Флорида. Внезапно самолет попал в сильный воздушный поток. Пилот снизился до 9 тысяч метров, и турбуленция исчезла. Он увидел Челленджер, стоящий на стартовом столе, и подумал, что ветер стал причиной задержки. Это Центр управления до старта 9 минут. Понял вас? Всего за 9 минут до старта Центр управления проверяет исправность силовых установок челнока. Три главных двигателя Челленджера сжигают в секунду 4 тысячи литров топлива, поступающего из гигантского 46-метрового бака. Но настоящими рабочими лошадками комплекса являются два твердотопливных ракетных ускорителя. Своей тягой в 3 тысячи тонн они придают кораблю ускорение, необходимое для преодоления силы тяжести. Все системы Челленджера работают исправно. Решение принимается единогласно. Центр управления — это Кеннеди. Мы начинаем стартовую процедуру. До старта две минуты. Столько топлива в одном месте — это очень большой риск. Но за всю историю полетов ни один американский астронавт не погиб на старте. И некоторых это успокаивает. У многих были такие мысли. Но мы тогда думали, это же НАСА? У них не может что-нибудь пойти не так, как надо. И Кристо говорила, что это челнок, что все могут остановить в самую последнюю секунду, если что-нибудь пойдет не так. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И отрыв. Начался 25-й полет космического челнока. Он поднялся со стартовой площадки. Для Кристы это стало кульминацией. Она тренировалась пять месяцев, и вот мечта всей ее жизни свершилась. Начинаю поворот, подтверждаю челленджер. Почти сразу же челнок начал поворот, чтобы выйти на нужную траекторию. Маневр завершен. Понял вас. Поворот завершен. Челленджер на курсе. Скорость челленджера составляет уже 1600 километров в час. Когда он поднялся выше 10 километров, сильный боковой ветер внезапно ударил по челноку. Более чем в 3000 километров инженер Роджер Бойджоли с ужасом наблюдает за стартом. Челленджер находится на грани катастрофы. Челленджер поднимается вверх со скоростью в 9 раз превышающей скорость полета пули. На 58-й секунде полета по нему ударил боковой ветер, но через секунду тряска прекратилась. Наступает самый критический момент старта. Фаза максимального скоростного напора аэродинамические силы достигают своего пика. Если превысить скорость, челнок развалится на куски. Центр управления и его директор Джейн Грин приказывают челленджеру уменьшить мощность двигателей. Мощность 65% двигателей в порядке. 65% спасибо. На 66-й секунде челленджер прошел зону максимального скоростного напора и вошел в разреженный воздух верхних слоев атмосферы. Сейчас он должен ускориться до 28 тысяч километров в час, чтобы преодолеть силу земного притяжения. Время включать двигатели на полную мощность. Центр дает команду. Челленджер, увеличьте мощность. Понял? Увеличиваю мощность. Внезапно челленджер превращается в огромный огненный шар. Люди в центре застыли в ужасе. Связь с кораблем оборвалась. Центр, мы потеряли связь. Понял вас? Никто не может понять, что пошло не так. Всем операторам внимательно наблюдать за показателями. Никто не знает, что случилось. Родители Криста не могут поверить своим глазам. Челнок исчез. И все знали, что что-то не так. Что-то случилось ужасное. Но никто не знал, что именно. Центр, мы анализируем ситуацию. Вероятно, критическая неполадка. Именно тогда, когда мы так радовались запуску, челнок взорвался. Ракета-носитель уцелела, и ветер с силой носил ее в небе. В целях безопасности ее дистанционно уничтожают. Несмотря на все, мы еще продолжали надеяться, что кабина отсоединилась. По мере того, как вращающиеся обломки падали вниз в Атлантический океан, становилось ясно, что произошло. Центр, офицер управления. Слушаю, корабль взорвался. Понял вас. К нам поступило сообщение, что корабль взорвался. Директор это подтверждает. Мы связались со спасателями и посмотрим, что можно сделать. Мы были потрясены тем, что случилось. Я никогда не думала, что такое возможно. Это невозможно. Невероятно, но несмотря на мощный взрыв, кабина экипажа не развалилась на куски. Слушаем. Вы получили точку падения? Ждите. В центре управления Джей Грин получил точное место падения кабины. Мы получили сообщение, что вооруженные силы уже выдвинулись в район. Была развернута масштабная поисково-спасательная операция. Они надеялись, что астронавты еще живы. А затем они заметили опускающийся парашют. Но надежда была напрасной. Это была всего лишь носовая часть одного из ускорителей. Всего лишь один из обломков, падающих в океан. Кабина экипажа больше нигде не видна. Упав с высоты 19 километров, она ударилась о воду на скорости более 320 километров в час. У экипажа не было шансов. Мы онемели. У нас не было слов. И наши сердца разбились на такие же обломки, как те, что падали с неба. Когда поисковой команде удается найти место падения кабины, им открывается ужасающее зрелище. Челнок Челленджер летел со скоростью почти вдвое больше, чем скорость звука, когда он буквально развалился на части. Имея ничтожное количество улик, НАСА предстояло совершить невозможное, установить, что произошло на самом деле. После обнаружения кабины они смогли бы узнать, что произошло с астронавтами после ужасающего взрыва. В этом деле НАСА очень помогли шлемы членов экипажа. У каждого астронавта есть аварийная подача кислорода в шлем на случай катастрофы. Обломки показали, что три из них были активированы. Ужасное открытие. Это означает то, что по крайней мере три астронавта пережили взрыв и оставались в живых во время падения на Землю в течение двух с половиной минут. Во время похоронной службы президент Рейган отдал должное мужеству экипажа. Все родственники астронавтов были там, включая Джун и ее семью. мы едва были способны передвигать ноги. Все присутствующие молчали. Мы были просто шокированы. Мы не были готовы к такому. Мы должны почтить память этих семерых астронавтов, которые вносили радость, свет и любовь в жизни тех, кто их любил. Страна гордится ими. Это было большое горе. Я чувствовала горечь утраты. Я чувствовала, что этого не должно было быть, но ничего не могла поделать. Дик, Майк, Джуди, Эл, Рон, Грег и Кристо. Ваши семьи и ваша страна скорбят о вас. Мы говорим вам до свидания. Мы никогда вас не забудем. Пока вся Америка скорбела, шло выяснение причин взрыва челнока. Президентская комиссия в течение пяти месяцев ввела расследование и установила, что неисправность была в правом твердотопливном ускорителе. Ускоритель состоит из четырех сегментов, соединенных вместе. Места их стыка герметизируются двумя резиновыми кольцами. Процесс зажигания занимает одну сотую секунды и из-за перегрузки, возникающей при этом, между стальными сегментами образуется щель. Резиновое кольцо стремительно расширяется и не допускает утечки топлива и газов из ускорителя. Комиссия установила, что из-за низкой температуры кольца самого нижнего уровня не расширились должным образом. Раскаленные газы вырвались наружу и это стало началом конца. И отрыв. Начался 25-й полет космического челнока. Когда челнок достиг зоны максимального скоростного напора, пламя разрушило крепление между ускорителем и внешним топливным баком. Разрушение крепления вызвало освобождение нижней части ускорителя. Нос ускорителя врезался в верхнюю часть топливного бака, вызвав ужасающий взрыв. Но один человек знает, что дело не только в резиновых кольцах и плохой погоде. После завершения расследования публике было представлено простое заключение о том, что произошло. Холод и резиновые кольца. Соедините их вместе, и вы получите взрыв Челленджера. Но это еще не все. Известный автор Джеймс Чайлз в течение 20 лет исследовал самые ужасные технологические катастрофы. Он расследовал все, начиная от аварии на Чернобыльской АЭС и заканчивая катастрофой «Конкорда Эйр Франс». Чайлз уверен, что в случае с Челленджером виноваты были не только резиновые кольца. Я подумал о том, что если бы всему причиной было резиновое кольцо, то все взорвалось бы уже на стартовом столе. Но этого не произошло. Вместо этого все взорвалось на 73-й секунде. Здесь кроется какая-то тайна. Должно быть что-то еще, кроме неисправных резиновых колец. Чайлз знает, что в расследовании произошедшего важна каждая деталь. Он начинает с пересмотра фактов, которые привели комиссию к выводу о проблеме с резиновыми кольцами. Расследование началось с изучения записей запуска, сделанных более чем двумя стами камер. Уже на первых двух секундах был замечен страшный черный дым, идущий справа у ускорителя возле внешнего бака. Зная месторасположение камер, комиссия попыталась установить, откуда именно шел дым. Камера Е-60 была расположена в 400 метрах от стартового стола и была направлена на правый ускоритель. Но она зафиксировала лишь часть дыма. Тогда они обратились к камере Е-63, расположенной в 600 метрах западнее, в надежде, что ей удалось сделать более удачные кадры. Но и на этот раз источник дыма оказался закрыт. Точное местоположение источника дыма было неясным. Поэтому комиссия сравнила два снимка и подсчитала, что источник находился в области на поверхности ускорителя размером 1,3 метра на высоте 13 метров. Анализ также показал, что дым бил вверх. Это была очень важная деталь, которая вместе с черным цветом дыма позволила сделать вывод о том, что горело резиновое кольцо. Но Джин Чайлз не уверен, что это вся правда. Если кольцо прорвалось и пропускало раскаленные газы, то они должны были немедленно прожечь корпус ускорителя, взорвав челнок на взлете. Проверяя официальный доклад, Чайлз обнаружил, что не только у него возникли вопросы. Меня зовут Роджер Бойс-Джоли. Инженер Роджер Бойс-Джоли работал на Тайкоу, компанию, построившую ускорители для Челленджера. Я клянусь говорить одну только правду. Он давал показания комиссии в 1986 году. Он тоже понимал, что на самом деле имела место более сложная цепочка событий. Если бы была утечка в стыке во время зажигания, то взрыв, разрушивший челнок и убивший астронавтов, произошел бы прямо на стартовом столе. Показания Бойс-Джоли шокировали комиссию. Он сказал, что знал о том, что холодная погода ставила под опасность весь полет. Его рассуждения базировались на опыте предыдущих полетов. Годом ранее, в 1985-м, Discovery стартовал холодным январским утром. Температура воздуха была всего 11 градусов Цельсия. Самая холодная температура во время старта до полета Челленджера. После того, как ускорители были найдены, Бойс-Джоли обнаружил серьезную неполадку в одном из соединений. Вокруг резинового кольца было большое количество сажи и подпалин. Бойс-Джоли уверен, что из-за холода резиновое кольцо прилегало неплотно. Дальнейшее исследование открыло, насколько близок к катастрофе был Discovery. До полного прогорания резинового кольца оставалось меньше миллиметра. Но, читая доклад, Чайлз понял, что показания Бойс-Джоли не ограничивались только этим. Мы организовали телеконференцию. Он выяснил еще кое-что. За 13 часов до старта Бойс-Джоли пытался отменить запуск. Вот она, господа. Дырка. Соединение не закрыто. Если бы его послушали, несчастье бы не случилось. Журналист Джим Чайлз перепроверяет все детали катастрофы челнока Челленджер. Почему корабль не взорвался в самом начале, при отрыве? Если все доказательства говорят, что это должно было случиться. Читая доклад, он обнаружил, что инженер Роджер Бойс-Джоли предсказывал такое развитие событий на телеконференции, организованной перед стартом, в которой принимали участие старшие менеджеры Тайкол, менеджеры НАСА из центра Кеннеди и Хьюстона, главный специалист НАСА по ракетным ускорителям Лоренс Муллой. Вопрос стоял о том, собираются ли они запускать челнок в такую холодную погоду. Когда я услышал это, я пришел в бешенство. Я настоятельно рекомендую не производить запуск. После того, как Бойс-Джоли предупредил об опасности, создаваемой холодной погодой, инженеры Тайкол посоветовали НАСА не производить запуск. Мы рекомендуем не производить запуск, но в НАСА посчитали доводы неубедительными. Почему вы, ребята, пытаетесь влезть со своими проблемами накануне старта? Это просто в голове не укладывается. Он говорил, «Инна, когда вы хотите перенести запуск? На апрель следующего года? Почему вы вдруг объявились прямо перед запуском?» После такого ответа менеджеры Тайкол решили еще раз обсудить ситуацию. Когда стало ясно, что они готовы изменить свое мнение, Бойс Джоли сделал последнюю попытку убедить их. Вот это, господа, вот это! Он напомнил им о прожженных кольцах на Дискавери во время прошлогоднего полета. Посмотрите на это. Я просто орал на них. В прямом смысле. Надо быть слепым, глухим и тупым, чтобы смотреть на эти фотографии и не видеть проблемы. Чем дольше мы тянем с этим, тем больше вероятность катастрофы. Но в этот раз его доводы проигнорировали. Главный менеджер сказал мне, чтобы я заканчивал думать как инженер и начинал думать как менеджер. Такого я еще не слышал за все свои 27 лет работы инженером в аэрокосмической отрасли. Ладно, давайте голосовать. Я за старт. Все четверо менеджеров одобрили запуск. Это Тайкл. Мы снова на линии. Что вы решили? Мы разрешаем запуск. Лоренс Муллой из НАСА сразу же одобрил их решение. Я был так зол. Я сидел и пытался разобраться в том, что произошло на совещании. А еще мне хотелось вскочить и избить кого-нибудь. Наблюдая за запуском на следующий день, Бойс Джоли ожидал мощного взрыва еще на стартовом столе. Когда двигатели запустились и корабль поднялся и оторвался от земли, я испытал огромное чувство облегчения. Нам только что улыбнулась удача, ведь корабль не взорвался на стартовом столе. Но это чувство длилось недолго. Я просто был потрясен и сидел в полной тишине без движения. И сейчас, 20 лет спустя, я не могу сказать, сколько же я так просидел. Потом я добрался до своего кабинета, закинул ноги на стол и просто смотрел в угол между двух стен. Я просидел так, глотая слезы несколько часов. Я был морально разбит. Но если даже человек, который предсказал катастрофу, был удивлен тем, что случилось, то необходимо было провести дополнительное расследование. Как и комиссия до него, Чайлз вернулся к фотографиям черного дыма, выходящего из правого ускорителя. В конце концов, это было главным доказательством того, что резиновые кольца прохудились. Но были ли еще подсказки на этой пленке? Одна проявилась сразу же. Дым повалил, но исчез через 2 секунды. Почему? Из пленки мы узнали, что дым пошел сразу после запуска. Шел около 2 секунд и пропал. Что же его остановило? Но мы не знаем, что именно. И было еще кое-что. Дым не шел одним шлейфом. Он выходил в виде серии из 9 выхлопов. Что стало причиной этой пульсации? Следователи знают, что в момент зажигания ускоритель испытывает огромные перегрузки. Поэтому они более детально исследовали эту фазу. Чтобы запустить ускоритель, пламя зажигается сверху и идет вниз по туннелю, сделанному прямо в твердом топливе. Менее чем за сотую долю секунды ракета запускается. Взрывная волна заставляет стальной корпус расшириться одним резким движением. Горящие газы находятся под огромным давлением и вырываются наружу со скоростью 8,5 тысяч километров в час. Но несмотря на непрекращающийся напор, соединение на правом ускорителе Челленджера каким-то образом загерметизировалось и дым больше не шел. Чайлз проверяет, как следователи разрешили эту загадку. Они немного отмотали всю последовательность назад. За 6 секунд до отрыва запускаются главные двигатели. В этот момент сам челнок еще привязан к земле. Невероятная сила поднимает нос корабля на метр. Когда он возвращается в вертикальное положение, фиксаторы, держащие его на столе, освобождаются и одновременно запускаются ускорители. От сотрясения по всему кораблю проходит импульс. Этот феномен инженеры НАСА называют дерганием. Возможно ли, что вибрация, идущая через весь корабль, открывает и закрывает герметичное соединение? Не из-за этого ли черный дым выходил неоднородно? Если это так, то частота выхлопов должна совпадать с частотой дергания 3 раза в секунду. После изучения пленки оказывается, что дым действительно выходит с такой частотой. Совпадение частоты выхода дыма и вибрации ускорителей дает понять, что выхлопы имели место в результате дергания. Это большой шаг вперед. Как только ускоритель деформировался, соединение начало пропускать дым. Но второй вопрос остался без ответа. Если резиновые кольца были повреждены, почему дым перестал идти через 2,6 секунды после отрыва? Вероятнее всего, отверстие было чем-то блокировано, но мы не можем понять, чем. Когда ускоритель работает при таких температурах и под таким давлением, только одно может блокировать отверстие – само ракетное топливо. В 50-х годах твердое ракетное топливо было значительно улучшено добавлением нового элемента – алюминия. Он поднимает температуру горения и увеличивает тягу на 50%. Но алюминий, добавленный в ракетное топливо, оставляет после себя продукты сгорания, так называемые шлаки, которые обычно выбрасываются через сопла. После прочтения докладов Чайлз полагает, что шлаки могут стать ключом к решению загадки. Мы никогда не узнаем в деталях, как проходит процесс, но принцип понять можно. Теоретически может быть так, что во время горения шлаки алюминия откладываются по краю резинового кольца и перекрывают выход раскаленным газом. Этим можно объяснить, почему челнок не взорвался при отрыве. Но если принять, что ускоритель пережил самый опасный момент – встряску при старте, почему трагедия случилась на 73-й секунде полета? Комиссия отметила еще два важных факта. Через 58,8 секунды после взлета камера зафиксировала огонь сбоку правого ускорителя. После этого в данных полета появились небывалые показатели. Более 2000 датчиков, расположенных по всему кораблю, дают Центру управления все данные о состоянии корабля. Эта информация называется телеметрией, записывается на Земле. На 60-й секунде давление в ускорителе неожиданно падает с 44,7 килограммов на квадратный сантиметр до 43 килограммов на квадратный сантиметр. В правом ускорителе что-то не так. Давление упало на 1,7 килограмма. Падение давления может означать только одно. Снова образовалось отверстие и через него вырываются газы. Поэтому Чайлзу необходимо выяснить, почему отверстие открылось. Он сразу же наталкивается на что-то, что больше напоминает случайное стечение обстоятельств. В тот момент, когда на 58-й секунде появилось пламя, Челленджер вошел в зону максимального скоростного напора. Здесь сопротивление воздуха достигает максимума и челнок испытывает огромные перегрузки. Принимая во внимание максимальный скоростной напор, Чайлз раздумывает, не могли ли перегрузки каким-то образом выбить скопившиеся шлаки. Почему оно опять открылось? Это может быть из-за перегрузок, испытываемых челноком на 60-й секунде. Их может быть достаточно, чтобы сдвинуть скопившиеся шлаки. Теория довольно интересная, но она не имеет доказательств. Челнок не превышал скорость, двигатели работали на 65% мощности, поэтому особых перегрузок не должно было быть. Мощность 65%, три двигателя работают нормально. Возможно, случилось что-то еще. Просматривая малоизвестный доклад инженера, который принимал участие в расследовании от имени Тайкол, Чайлз обнаруживает интересную деталь. Он еще раз просматривает пленку со стартом Челленджера. Как и было сказано в отчете, след от выхлопа имеет очень необычную форму. Столб дыма имеет зигзагообразную форму и становится вертикальным только в самом конце. Является ли это доказательством того, что по челноку ударил очень сильный порыв бокового ветра? Поначалу теория развивается очень тяжело. За несколько часов до старта НАСА послало несколько метеорологических зондов, чтобы уточнить силу бокового ветра. Данные не показали ничего необычного. Но Чайлз не уверен в правдивости сведений, добытых зондами. Исследования показывают, что зонды были отнесены ветром на 46 километров. Не похоже, что они попали в те же погодные условия, что и Челленджер. Другой интересный факт был зафиксирован записью о направлении движения корабля. На 55-й секунде полета сопла главного двигателя Челленджера неожиданно изменили направление вектора тяги на 2 градуса. Такая регулировка является автоматической, и она удерживает корабль на курсе. Возникло предположение, что какая-то внешняя сила оказала воздействие на Челленджер и сбила его с курса. Кроме того, устройство, фиксирующее все боковые перемещения корабля, известное как боковой акселерометр, дает в этот момент интересные данные. Вот этот зловещий интервал на графике. Это может означать одно из двух. Либо ошибку в системе телеметрии, либо такую мощь внезапного воздействия, которая выходит за рамки шкалы. Если второй вариант окажется правдой, это может быть ключом к разгадке взрыва Челленджера, который унес с собой жизни семи астронавтов. Джим Чайлз полагает, что он уже близок к тому, чтобы выяснить, что привело к катастрофе Челленджера. Телеметрия показывает, что на 58-й секунде полета челнок подвергся сильному боковому воздействию. Он возвращается к снимку следа выхлопа Челленджера. На высоте 10 километров дым имеет характерный изгиб. Этот зигзаг может быть свидетельством воздействия мощного горизонтального потока воздуха, идущего в восточном направлении. И вот появляется последний кусочек мозаики. В докладе говорится, что за 30 минут до старта над площадкой для запуска пролетел Камиловский рейс. Во время пролета на Боинг 757 обрушился порыв ветра со скоростью около 300 километров в час. Это было шокирующее открытие. Похоже, что поднимаясь, Челленджер прошел через такой же поток воздуха. Попав в этот поток, он получил удар такой силы, которая сравнима с мощью урагана Катрина. Это похоже на катастрофическое совпадение. От удара шлаки отлетели, вылилось раскаленное ракетное топливо, его температура 5000 градусов по Фаренгейту и происходит взрыв. Теперь, отматывая назад все события того трагического полета и используя доказательства, полученные в результате расследования, мы можем понять, что вызвало катастрофу челнока Челленджер на 73-й секунде полета. 73 секунды до катастрофы. Происходит зажигание в твердотопливных ускорителях. В правом ускорителе резиновые кольца ослабли из-за низких температур и не могут сдерживать вырывающиеся наружу раскаленные газы. По мере того, как газы уходят, кусочки алюминиевого шлака забивают отверстие и останавливают утечку, предотвращая взрыв на стартовом столе. 15 секунд до катастрофы Челленджер попадает в очень мощный поток воздуха. Его очень сильно трясет. Пробку из шлаков выбивает. Сразу же на правом ускорителе появляется пламя. 8 секунд до катастрофы. Пламя факела прожигает внешний топливный бак. Начинается утечка жидкого водорода. Секунды до катастрофы. Крепление между ускорителем и баком разрушается. Водородный отсек и верхняя часть ускорителя врезаются в кислородный отсек топливного бака. Почти 2 миллиона литров топлива мгновенно воспламеняются. Челнок разлетается на куски. Для Чайлза это означает окончание его расследования. Но все могло быть и по-другому. Он уверен, что не будь ветер таким сильным, пробка из шлаков осталась бы на месте. Давление в ускорителях осталось бы нормальным, и через 2 минуты полета они бы отошли от челнока. Чаленджер и его экипаж были бы в безопасности в космосе. Ускорители отделились. Если бы пробка из шлаков продержалась еще 62 секунды, астронавты были бы живы. Мой муж был в ярости. Мы даже беспокоились, что у него будет инфаркт. Он до сих пор озлоблен. Он обвинял НАСА. Он считал, что такое не должно было произойти. Он потерял свою дочь. Я же не сердилась. Мне просто было очень плохо. Я переживала тяжелую потерю. Если бы только их можно было бы вернуть. В финальном отчете комиссия назвала виновными холодную погоду, неправильные решения и непродуманный план полета. Мой мир просто разбился, когда я узнала о причинах. Для всех нас это был один из самых тяжелых дней. Мы злились. Нам было плохо. Нам было жаль. Это огромная потеря. Специалистов НАСА и Мортон Тайнул признали виновными за решение не отменять полет. НАСА обещало обеспечить регулярные коммерческие полеты в космос, доступные всем, но они не смогли выполнить обещания. Давление росло, были допущены ошибки, предупреждения были проигнорированы, и эта цепочка, составившая систему, стала причиной гибели Челленджера. В течение месяца после катастрофы Мортон Тайкл выплатила семьям астронавтов около 4,6 миллиона долларов. Но взамен получила контракт на новое поколение ракетных ускорителей на сумму миллиард 800 миллионов долларов. Лоренцу Меллою предложили пост начальника отдела силовых установок. Роджер Бойс Джоли уволился и пережил нервный срыв. Первые два года после катастрофы стали для меня кошмаром. Я все делал правильно. Все должны нести ответственность за то, что они делают. И в этой профессии это особенно важно. Здесь очень важны высокие стандарты. Если бы пришлось, я бы снова поступил точно так же. Программа космического челнока была приостановлена на три года. Космический корабль доработали, введя целый ряд новых систем безопасности. Но даже после этого, в 2003 году, Колумбия сгорела во время своего возвращения на Землю. Еще семеро астронавтов расстались со своими жизнями. Расследование установило, что НАСА не усвоило урок челленджера. И по сегодняшний день мечты агентства о регулярных космических путешествиях так и не были реализованы. И никогда больше гражданские не поднимались на борт челнока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok